У нас последовал вопрос, и вот сразу же на него ответ. Значит, как помыть стеклянные поверхности? А ну-ка, Наташенька, помоги мне. Давай белой рукавичкой. Почистили. Значит, белая рукавичка у нас просто в водичке. В водичке. Так. Вот она, белая рукавичка, старенькая-престаренькая. Старее не бывает. 2003 года. 2003 года. Да, мы показывали, просто мы на Инстаграм показывали, а здесь будет хорошо видно. Так, сложить теперь... Стоп, не так быстро. Просто, чтобы я показала, как это делается легко. В следующий раз у нас же есть новая рукавичка, я ее забыла. Наташа. Давай. В следующий раз будет пользоваться. Да, в следующий раз уже покажем новую рукавичку. Два. Это просто с той стороны, она какая-то царапинка. Царапинка. Вот так мы протерли. Наталочка, теперь ты руку убираешь. Наташ, ну скажи два слова. Вот ты, когда заходишь в квартиру, да, вот ты приходишь помогать, да. Ты вообще с чего начинаешь? Ну вот что сразу делаешь? Хорошо, давай так, вот ты пришла ко мне, вот, вот, что ты сразу делала? Ну, сразу я начала убирать второй этаж. А чем? Розовой насадкой пыль снимать со стен. Просто Наташа, она у нас суперспециалист по розовой насадке. Она, я, Наташ, честно, вот я сейчас говорю, это не для, не только для наших зрителей, не только для наших частюлей, а для тебя. Просто это так интересно, ты когда забегаешься, ты сразу хватаешь эту розовую насадку и давай ею. Так вот, друзья, дом немало, немного, 300 метров. И Наташа сегодня в нём прошла все стены, полы и потолки проходила? Да, потолки. И потолки, подоконники, стены. Все поверхности пыль снимала. То есть, вот, мы приехали с ней где-то в полодиннадцатого, и дом так ничем, мы последний раз его чистили в сентябре с тобой, помнишь, да? Осенью. Осенью в сентябре. А здесь, как ты заметила, камин всё время включён. Поэтому, дорогие мои, вот 300 метров полов, стены, потолка, Наташа, когда приблизительно ты закончила, Наташа? В полпятого. В полпятого. Сказать так, что... Ну, это ты уже ей помыла или только... Да. Значит, друзья, Наташа, 300 метров дом, который с октября не убирался. Ну, понятно... Он пустой. Давайте так, я его поддерживала, Наташа. То есть, я грязи здесь не разводила. Я что, по пути могла, я делала. Ну, стены и потолки я не чистила. И полы тоже, только вот на первом этаже, по-моему, в одной комнате. Вот, поэтому 300 метров с полодиннадцатого, ну, считай, ты переоделась там, то-сё, с одиннадцати. С одиннадцати до полпятого вымыты все полы, все стены, потолки. В общем, всё идеально чисто. И вот, кстати, я только что показывала, да. Вот мы только что протирали вот это стекло. А теперь посмотрите, пожалуйста, это для тех частюль, которые всегда спрашивают, как с амбимом управляться. А вот мы взяли его, протёрли два раза, и вот вам, пожалуйста, всё чисто. И вот, всё чисто, и вот здесь. Наташечка, я тебя знаю, что ещё попрошу, моя хорошая. Вот, смотри, какие здесь потёки. Они как раз очень хорошо видны. Одень на ручку, одень, одень на ручку рукавичку. Одень, моя девочка. Так, так, о, всё, вот так просто проводим, чтобы видно, что-то готовилось. Верхности. Вот вы прошлись, потом мы берём с амбим, вот оно мокрое всё в разводах, да, чистенькое уже, но мокренькое. Теперь мы берём с амбим и просто вот таким движением, видите, как оно делает? Вот, раз, и чисто, два, вот смотрите, как оно, три, просто, Наташ, ну ты ас у меня. Смотри, как интересно, здесь только что была капочка, ничего нету. Ну, посмотрите, как красиво, ну, вообще ничего, вот не трогайте. Я хочу, чтобы вы посмотрели, вот вы прошлись с амбима, вот вроде бы осталась такая вот немножечко, как, ну, Наталочка чуть-чуть отойди, да, когда вот вроде бы осталась влага. А вот теперь смотрите, я не буду убирать телефон, вот, пожалуйста, я хочу, чтобы вы сейчас все пронаблюдали, насколько просто она дотронулась, и как сейчас идеально чисто будет. Только надо будет сейчас ручку. Всё, Наташа, идеально, теперь ручку. Так, всё, всё, Натали, ну ты у меня просто супер-мастер. Ручкой, мы даже не сполоснули её, правда, в рукавичку после плиты. Мы просто почистили и с амбимчиком сейчас просушили, и вот тоже вы сейчас смотрите, как влага вся расходится, и всё чистенько и красиво. А вот нашей штукатурке никто не верит, никто не верит, Наташа, ей 21 год, между прочим. И вот какая она у нас чистая и красивая. Всё, вот и всё, и паркет наш тоже. Нам сегодня сказали, что полы такие идеально чистые, что их даже можно, говорят иногда, что с пола можно кушать. Это, наверное, имеются вот такие вот полы.